В Монина праздник начался с традиционного авиационного полумарафона. Спортсменов не напугала даже дождливая погода. На дистанции вышли бегуны самых разных возрастов. Старт самому сложному забегу в 21 километр 100 метров дал исполняющий полномочия главы городского округа Щелкова Сергей Горелов. Несмотря на то, что сегодня выдался весьма пасмурный день и временами моросит мелкий дождь, у жителей Монина отличное настроение. Сегодня они отмечают день рождения своей малой родины. Этот праздник бывает только раз в году и поэтому они собрались все вместе на народных гуляниях. По традиции монинцы отмечают день поселка в преддверии праздника авиаторов. И это не случайно, ведь Монина – колыбель авиации. И это место – дом великих летчиков. С любовью и заботой относятся местные жители к своему поселку, сохраняя его историю, передавая славные традиции из поколения в поколение. Мне кажется, краски истории – это и есть особенность этого места. Монина мы всегда любили, потому что это часть нашей жизни. Мы здесь учились, здесь музей авиации, космонавтики, куда мы привозим. Мы живем в Монина 1972 года. Очень счастливы, очень довольны, что мы здесь живем. Гравится, что здесь спокойно, что здесь много зелени, что здесь народ добродушный. День поселения отметили и в дачном поселке Загорянский. Здесь праздник встречали с угощениями и танцами под задорный аккомпанемент Щелковского духового оркестра. А вот в деревне Медвежье озера можно было не только потанцевать и отведать угощений, но и посмотреть выставку. Большая развлекательная программа была организована и для самых маленьких жителей. Пока малыши развлекались на аттракционах, взрослые могли послушать любимые всеми поколениями советские песни. Анна Балиет, Мария Смирнова, Александр Оржевский, Валерий Жеглещ, Олковское телевидение.